Чем занимается большинство молодых людей? Тем же, чем занимался поручий Бржевский, так? Потом, что они от этого получают? Безмозглость! Одну безмозглость они от этого получают, и всё. Они теряют самое главное время в своей жизни, в которое человек способен много чего в своей жизни поменять. Много чего. И веды говорят, в это время человек, когда он ещё не устроен в жизни, когда он ещё молод, когда у него много сил. Эти силы надо не тратить ни на женщин, а на то, чтобы получить знания. Надо развивать себя как личность. И самое лучшее в это время — соблюдать целебат. Вот эти люди все, они не смотрят на девушек вообще. Они учатся просто жизни. И они становятся очень сильными, смелыми, крепкими, разумными. Всех самые хорошие качества приобретают эти люди. Благодаря тому, что они правильно выбрали свой путь в жизни. Женщина должна тоже быть семейной. Она должна жить в семье. Она не должна там уходить куда-то и аскезы совершать. Она должна учиться быть в семье с молодости. Учиться служить маме. Учиться служить папе. Учиться служить родственникам. И так она становится настоящим человеком. Она приобретает удивительные, уникальные свойства, качества, которые дают возможность ей потом быть счастливой. Почему девушки не хотят помогать маме? Ну почему вот девушки не хотят помогать маме? Почему? Потому что праздность, лень, медлительность душат их судьбу. А потом уже поздно. Потому что уже замуж выскочила. А готовить мужа не хочу. А он меня мучит из-за этого. Вот и я вот так живу сейчас. Несчастный из-за этого я. А готовить все равно не хочу. Понимаете систему, нет? Есть силы, которые будут нас мучить. Почему? Потому что это место предназначено для учебы. Мы здесь в углу стоим. Если бы все было по-другому, так сразу тогда человеку бы дано было бы самое лучшее. И все, он жил бы как надо. А он ему дает не самое лучшее. А некоторые женщины даже это...